Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня тема моего выступления я хотел бы обратить внимание на последние высказывания представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации господина Никонова, а также координатора Национально-освободительного движения господина Федорова, который в своих выступлениях задевает территориальную целостность нашего государства, говорят об какой-то аренде наших территорий Российской Федерации, период развала советского государства, о том, что это было проведено все незаконно, о том, что в соответствии с документами, подписанными в 90-м году о выходе из состава Советского Союза, каждое государство должно выйти с тем багажом и с теми землями, которые когда-то не вошли в советское государство и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, хотелось бы поднять, для чего это все делается. Мы понимаем, что, во-первых, сейчас очень сложный период, в период пандемии происходят события как во всем мире, так, естественно, Российская Федерация никуда не ушла от этого. Те же проблемы, которые у нас в Казахстане были в июне и в июле месяце, когда проблемы были с медикаментами, проблемы были с тем, чтобы попасть на стационарное лечение, лечебное учреждение, то же самое происходит уже в течение, наверное, полутора месяцев в Российской Федерации. Исходя из того, что в России принято ряд документов, которые не позволяют распространять данную информацию врачам, эта информация не распространяется, хотя мы прекрасно знаем, что в России шоковое состояние по заболеваемости ковид и пневмонии. И решая эту проблему, видимо, в России делают шаги, чтобы отвлечь внимание своего населения на другую проблему, проблему, связанную с каким-то внешним врагом, какими-то внешними угрозами. Как классический вариант этих событий, это то, что произошло на востоке Украины. Сценарий один и тот же по накатанному сценарию, Россия действует. Прекрасно понимая, что такое гибридная война, мы представляем себе, что первую этапу ее начинается уже в отношении Казахстана. Давайте посмотрим, что же происходит. Ну, в первую очередь мы видим, что начинается вбивание клина между казахским населением и русским населением. Для чего это делается? Понятно, я уже об этом сказал. Хотя, в принципе, в Казахстане русскоязычное население очень большую часть составляет. Я говорю русскоязычное, не говорю, что русские. Ну, русское население сократилось значительно. Сейчас процентов 20 русских проживает на территории Казахстана. В процентном отношении смотреть, в любом случае во всех регионах преобладает казахское население. Возможно, в каких-то районах преобладает и есть русское население, но в целом по областям преобладает казахское население. Теперь, то, что касается российских территорий, как неоднократно заявляли Иконов, Федоров, Жириновского мы слышали не раз, о том, что северная территория – это русская земля. Но если очень далеко не вдаваться, не уходить своим корнями, то необходимо просто посмотреть процесс колонизации Казахстана, как он происходил, как строились российские крепости, это горькая линия, как в одностороннем порядке Россия, где-то начиная от 100 до 200 верст, переносили границу, вытесняя казахов в глубину степи, удаляя их от своих пастбищ, от земель, размещенных, где есть водоемы, для того, чтобы казахи выращивали скот. Очень много моментов, на которые можно обратить внимание. Я думаю, что этот вопрос, конечно, об этом говорить и доказывать им, что это бесполезно, потому что у них сложившиеся свои стереотипы, свое мнение, они никакие документы не рассматривают, даже те договоренности, которые были подписаны, когда Казахстан, две дивизии ракетных войск, которые были переданы в состав России. То, что Россия была одним из тех государств, которые должны были обеспечить территориальную целостность Казахстана. Сейчас такой же по украинскому сценарию развиваются, рассматриваются эти вопросы. Кто-то у нас говорит, что это невозможно, никогда этого не будет, Россия не будет претендовать на территорию, это неофициальная позиция России. Не надо далеко ходить, надо посмотреть просто на Украину, как произошло. Я сам служил на Украине в советское время, и никогда бы я не подумал, что Россия будет претендовать на какую-то часть Украины, братское государство. Но если там это произошло, что мешает зайти здесь, в Казахстане? И я думаю, что для нас пришло время задуматься, как можно, вот я буквально недавно узнаю, что информация сейчас везде поднимается, что национально-освободительное движение, вот это, которым координирует господин Федоров, оно оказывается свободно существует у нас на территории Казахстана. И вот по одним данным, даже штаб его находится недалеко от Комитета национальной безопасности в городе Нур-Султане. Это о чем говорит? Человек, который фактически заявляет о том, что имеет притязание к территории Казахстана, вплоть до Малматы. Этот человек говорит, что необходимо эти земли вернуть, и такая организация находит и существует в Казахстане. В этой связи я хотел бы обратиться к генеральному прокурору, как гражданин Республики Казахстана. Необходимо обратить внимание на эти организации. Вместе с тем хотелось бы также обратиться к офицерам, я сам являюсь офицером запаса, полковник Серкпаев Мухтару Мерсерковичу. Я бы хотел обратиться ко всем ветеранам вооруженных сил Республики Казахстан. Те, которые сейчас находятся во всех регионах нашего Большого Казахстана, в том же Уральске, Актюбинске вдоль границы, Кустанае, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске. Надо провести работу по этим организациям, написать официальное заявление к генеральному прокуратуру и прокуратуре областей, чтобы с этими организациями, чтобы провели работу мы. Чем они занимаются? Если фактически эти организации замыкаются на верхние руководства, которые находятся в России, необходимо все сделать для того, чтобы эти организации прекратили свое существование на территории Казахстана. Это одна из важнейших задач, я считаю, на сегодняшний день. В тот период, когда у нас планируется проведение выборов, когда идут процессы, связанные с тем, что будут выборы в парламент, непонятно, какая ситуация сейчас происходит в вооруженных силах, когда не все так гладко, насколько я знаю, что руководство вооруженных сил в отношении обеспечения военной безопасности нашего государства по северным направлениям и западным не принимает кардинальных решений. И это необходимо делать серьезно и срочно, потому что в противном случае нас ждет участь Украины. Это что такое происходит? Те органы, которые должны этим заниматься, получается этим не занимаются, они занимаются какими-то проблемами, связаны и с обеспечением национальной безопасности государством. Когда такой всплеск информации сейчас идет, что у нас на территории находится столько организаций, которые практически подрывают суверенитет нашей страны, которые работают против нас. Это что за отношение такое? Наших органов. Везде структура, во всех областях эти органы есть. У них стоят задачи по обеспечению национальной безопасности нашего государства. Если такие события происходят, это первый этап уже гибридной войны. Если мы на это не обратим внимания, то кто этим будет заниматься? В Казахстане всегда, коснемся истории, в одно время, что происходило касаемо Отечества войны с Джунгарием. Но в тот период казахи вынуждены были, батыры, взять в свои руки управление и собирать ополчение. Мы их прекрасно знаем. Бугин бай батыр, хабан бай батыр. Это люди, которые уже видят, что руководство не занимается этим, они вынуждены были заняться сами. Исходя из сегодняшней ситуации, я вижу так, что по аналогии проведя, батырами являются у нас офицеры. Генералы, офицеры, которые служат, которые находятся в запасе сейчас. Неужели пришло время офицерам запаса приступить к тому, чтобы заниматься этими вопросами, когда есть специальные службы, которым платят заработную плату, и этим они ежедневно должны заниматься. Это очень серьезный вопрос. И им надо срочно заниматься. И это наша территория, я скажу словами, как господин Путин говорил. Это наша земля, мы куда хотим, туда войска двигаем. И почему мы должны спрашивать у Соединенных Штатов Америки или НАТО, где наши войска должны быть размещены. Есть у нас договоренности, 100-километровая зона до границы, в рамках Шанхайского организации сотрудничества. Вот ее соблюдаем. А все остальное, это наше право Казахстана, нашего государства, где у нас должны быть войска, от кого мы защищаемся. Это очень серьезный вопрос. И на завтра переносить, это мы завтра сделаем, это мы потом. Даже части стоять конкретные боевые задачи, которые должны выполнять ее при первой попытке вступить на землю Казахстана, там, зеленого человечка или кого-то другого. И все органы должны работать в едином режиме, под одним руководством, а не так, что КНБ будет тянуть на себя, национальная гвардия на себя, министерство на себя, и непонятно, как будет система управления. А я знаю, что там тоже существуют проблемы. Их надо сегодня решать и немедленно. Возможно, даже в этом году должно это все произойти. Все это организовано, и все эти вопросы должны быть закрыты. Чтобы население наше, и так много проблем на сегодняшний день есть, чтобы они были спокойны, что наши границы, наша территориальная целостность, наша независимость, суверенитет, обеспечены их безопасность. Слов не нахожу больше, чтобы сказать этим людям, которые выступают по поводу отделения части территории к России, или вообще вхождение Казахстана в Российскую Федерацию. И не хочу даже на них обращать внимание, но единственное могу сказать, что эти люди еще раз открыли глаза, на самом деле, что думают о нас, и какое отношение к нам. Понятно, что мы входим в состав договора коллективной безопасности, евразийское экономическое сотрудничество, и другие договоренности есть. Но если такое отношение к нам, то какое отношение должно быть у нас? Все делается для того, чтобы какие-то проблемы существовали. Единственное государство, которое с Россией пока не имеет никаких проблем, по всем нашим договорам, сотрудничает с Россией, и такие выступления со стороны, будем так говорить, политиков российских, никакой критики нету от руководства Российской Федерации. Все в том же режиме. Режим сейчас молчат, значит это как бы спущенные люди, для того, чтобы специально, как вот сцепные псы, пустили их и проверяют, что-то сможем мы противопоставить или нет мы. Единственное, хочется им сказать спасибо, что они нам глаза открыли на то, что необходимо сейчас нам делать. Я обращаюсь ко всем гражданам Республики Казахстана. Это очень серьезный, важный вопрос, на который надо обратить внимание. Везде, не проходите мимо, надо проводить эту работу с нашим молодежью, во всех регионах разъяснять, потому что здесь история получается с российской стороны напишется только в одну сторону, в выгоду Российской Федерации и возвышение Российской Федерации. А мы, получается, здесь пришлые люди, непонятно откуда появились, люди не с космоса прилетели и заняли чью-то территорию. У нас история очень богатая, великая, и сейчас надо принимать кардинальные меры. Я прошу те органы, которым положено этим заниматься, Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, сделать все для того, чтобы эти вопросы быстро были решены. И вопросы, связанные с тем, что на территории Казахстана существуют эти организации, это вообще непостижимо. Почему это происходит? Один из важных вопросов сейчас, это дееспособность наших вооруженных сил. Понятно, что мы показываем на парадах, показываем видеороликов, сейчас Министерство обороны очень много показывает нашу мощь и так далее. Но она должна быть реально способной, потому что все, что у нас в вооруженных силах происходит, то, что есть, это практически 100% знают сопредельные государства, особенно Российская Федерация. И тут одним роликом ничего не сделаешь. Делайте реальные шаги, господин министр обороны, для того, чтобы обеспечить военный безопас наш государство. Или освободите свою должность для тех людей, которые будут управлять вооруженными силами, как положено. И Генеральный штаб тоже касается то же самое, начальника Генерального штаба. Потому что сейчас надо принимать решение. Если вы сейчас не примете решение, завтра будут гибнуть люди, мирные люди будут гибнуть. Вы что хотите, чтобы у нас в Казахстане, как в Донбассе, создавались ополченческие батальоны, которые будут защищать свою территорию? Делайте что-то сегодня и сейчас, не дожидайтесь. Создали территориальное войско. Доводите до конца то, что глава государства поставил. Не сидите на одном месте и не ждите, когда еще вам кто-то дополнительную команду даст. Какие команды еще надо вам? Выполняй то, что положено. Или освобождайте должности, на которых вы находитесь. Другой вывод нельзя сделать. Я прошу всех офицеров вооруженных сил, ветеранов вооруженных сил, офицеров, генералов, поддержать мое выступление выступлениями в возможных передачах, круглых столах. Нельзя этот вопрос оставлять. Если мы хотим существовать как государство, мы должны сегодня все это сделать. Сегодня должны все поднять эти вопросы и сдвинуть в смертные точки. Если надо, готовы уехать в Северо-Казахстанскую область, хоть сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...